И об спорте. Все турниры по волейболе в этом году завершились до терминового. Многие команды не смогли до конца реализовать свой потенциал. Некоторые спынились у кроку от первого места в национальных первенствах. Наша здымочная бригада подвела выники волейбольного сезона. В этом сезоне в чемпионате Краины Гомельскую область представляли три профессийные жанночные команды. В дивизионе А выступала Мазырская жанчужина Полессия. И она же по выниках чемпионата заняла первый рядок у турнирной таблицы. В дивизионе Б наш регион представляли одразу две команды. Фармклуб жанчужины Полессия и Гомельская Надея. Молодшие жанчужинки замкнули тройку лидеров. Следом за ними разместились гомельчанки. Нагадаю, в двух минулых сезонах Надея становилась переможцей. В этом команде не хотела гульнявого в опыту. Состав практически весь обновился. Что тучит саму счин, то в области три команды. Энергия в дивизионе А, Энергия-2 и Бумпром в дивизионе Б. Фармклуб энергии спинился на пятом месте, а вот Бумпром на другом. Минулый сезон принес клубу золотые медали. В клубе лечит, что детерминовое завершение чемпионату не дозволило подняться гомельчанам на высшую приступку пьедестала. Это был очень эмоциональный сезон. Большое количество команд могли занять первое место. И все, естественно, хотели стартовать в плей-офф с первого места. Поэтому соперничество было очень жарким, очень напряженным. Мы вышли на пик формы. Наш главный тренер Николай Веремей сумел этого добиться. Это было заметно. Плей-офф мы не успели доиграть. Хотя очень эффектно и очень уверенно его начали. Завершился добрый сезон для энергии. Команда заняла третье место в чемпионате. У Скорбонцы этой дружины есть два комплекта бронзовых из Нагорода с Кубка Беларуси. Нагадаю, в этом году чемпионат проходит в новом формате. У каждой туре команды провели по одной гульни. Сменилася и структура с поборницей. Теперь у ее основе трехкруговый формат плюс плей-офф. В сезоне в этом команда также уверенно находилась на третьем месте и, можно сказать, заслужила эту строчку и остались, так сказать, негласно бронзовыми перезерами вновь. Команда тоже сильно обновилась с учетом прошлого года. Пришла молодежь, достаточно перспективная. Опытные ребята, такие как Роман Аплевич, капитан, он помогает этой молодежи, он заряжает их энергией и делится своим опытом игровым. Хороший тренер Дмитрий Лихарат, который также, я уверен, очень много чего даст этой команде. На первой деджакается старт пляжного волейбола. Заплановано проведение первых этапов чемпионат Украины «Серот мужчин и женщин». Попорядные стартовые матчи пройдут в середине червеня. Место проведения вызначается. На сегодня есть в устная домовленность на проведение финалу Кубка Беларуси по пляжным волейболе у Гомеле. Для областного центра это будет знаковая паддея.